привет друзья с вами аня бориса пока вы присоединитесь сегодня я решила вообще провести трансляцию в таком формате просто вопрос ответ буквально я буду на связи минут 20 вот так что с удовольствием отвечу на ваши вопросы тем более что уже несколько дней не выходила мы уезжали с денисом на соревнования в минск привет 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 он здесь он дома и он тоже вот я закончу трансляцию в общем-то он фактически сразу тоже начнет так что сейчас послушайте меня немножко а потом можете переключаться слушать и на тварь он будет надеюсь спасибо вот так что жду у дениса новый канал нету дениса канал старый а почему вы решили что новый старый канал рассказать о женских изменах я уже проводила такую трансляцию в общем то даже на вы на моем канале можете посмотреть там есть эта трансляция и публиковал ее потом нашла и почему если все все норм было ну вот вот посмотрите зайдите на мой канал фитонюша малярова она может либо борисова она там можете ввести так и так в поиске посмотрите нет уведомлений но я ему скажу тогда почему не уст не знаю почему мне например приходят потому что я что же подписаны его каналы и спасибо больше на канале приходит уведомление что лучше на завтра кашу на молоке или просто кашу лучше кашу конечно просто без молока и кашу смотрите тоже не каши быстрого приготовления именно крупы нового каналу дена что за новый канал существо не знаю как же у него новый канал вроде у него него нового канала где дочек еще раз дочек дома и скоро тоже выйти на связь вот я проведу трансляцию и потом в общем то он будет выходить на связь классный спасибо так вот короче уезжали мы в этот в минск на соревнования вернулись вот три дня нас не было москве и соответственно не получалось выходить мы самого утра и до позднего вечера в общем то находились там какая тема сегодня сегодня я решила вот формате вопрос ответ сегодня без темы а в следующий раз кстати мы можем даже с вами сегодня обсудить какую тему вы хотите то есть социальную какую-то хотите тему спортивную тему потрогать кстати да ребят ставьте лайки делитесь трансляции а то что это последнее время очень мало сердечек мне идет давайте про похудение тренировки спортивно привет а если смысл чередовать повышение белков углеводов так так почему москву переехали но мы хотим попробовать поработать так короче давайте смотрите давайте мы сделаем каким образом сейчас я отвечаю на ваши вопросы и концу трансляции мы с вами определяемся на какую тему я проведу следующую трансляцию общем то я постараюсь это сделать завтра чего начинать похудение начинаем похудение с нормализации нашего питания то есть старайтесь переходить на правильные продукты старайтесь исключить по возможности полностью сладкое мучное и прочее то есть на те вещи которые не очень благоприятно сказываются на нашей фигуре старайтесь максимально натуральную пищу максимально вот в свежем виде то есть это если это салаты то старайтесь ну это овощи фрукты старайтесь в свежем виде каши старайтесь мясо рыбу то есть но такие продукты которые не полуфабрикаты ни в коем случае не пельмени и прочие вещи и потом переходить в общем то к тренировкам сначала можете начинать либо с круговых если вы раньше занимались если не занимались то начинаете с кардио причем с кардио не интенсивного ну и потом уже соответственно постепенно увеличиваете нагрузку как тренироваться при похудении при похудении я обычно рекомендую что именно такое более высоко интенсивное делать то есть можете такие круговые тренировки но он стопом чтобы у вас интервал отдыха был минимальным и старайтесь опять же кардио делать низкой средней интенсивности и подольше подольше очень хорошо на тощах делать очень хорошо вечером после силовой вот того что там потренировались и даже особо не нужно то есть ну вот картина вечером сделали кардио покушали до кардио кардио сделали и потом уже вечером ничего тратить не кушать не успела дочитать почти научилась потяги за что-то вот тут и начала расскажи свой рацион на день он необычно разные меня нету как бы такой стакан стабильного какого-то рациона питания но примерно это выглядит так то есть я сложную привод обычно ним то есть как правило мало их ем иногда я могу захотеть поесть их а так особо не ем в основном это в течение дня я кушаю мясо индейки филе куриное либо это может быть рыба какая-то может быть там лосось может быть риска может быть судак очень как раз готовлю морские гребешки со шпинатом фольгу завернула морские гребешки шпинат туда и отдельно тоже в фольге тыкву я очень люблю тыкву только недавно это поняла на самом деле раньше никогда не ела но сейчас я понимаю что это очень вкусно на самом деле именно в духовке запекать и вот эти вот продукт там творог то есть какой-то может быть то есть вот эти продукты я кушать течение дня обычных либо мясо рыба с со свежим салатом то есть они заправляют там сметаной майонезами прочими вещами обычно это какое-то масло либо это может оливковое масло сегодня например салата заправляла маслом грецкого ореха вот так что думаешь насчет соединения спорта за или против я против кардио лучше делать до тренировки проходили при похудении или утром тренировка кардио лучше делать и что-то я вопрос не не вникла я очень сильно кардио проще кардио лучше делать либо утром натощак низкой интенсивности либо средней интенсивности или после силовой тренировки но если если что-то я не поняла то тогда еще раз задать этот вопрос. Как рассчитать калории на похудение? Вы сначала выбираете, ну, то есть, в общем-то, вы можете, есть масса формул, вы можете вот в интернете найти формулу, посчитать, то есть средний какой-то свой рацион, который вам должен подходить, для того, чтобы у вас было удержание веса. Смотрите, если вы начинаете поправляться, соответственно, урезаете калории. Если вы начинаете худеть, и если достаточно интенсивно худеть начинаете, то можете чуть добавить. Если наоборот, вам стоите на месте, то, ну, соответственно, снижаете. Вы должны сначала взять какую-то перечень однородных продуктов, которые вы кушаете постоянно, ну, чтобы вам просто было легче считать калорийность. И потом, в зависимости от того, меняется ваша фигура или не меняется, вы уже уменьшаете, либо же, наоборот, увеличиваете количество вашей пищи, соответственно, калорий. Как вернуть критические дни? Во-первых, надо выяснить, по какой причине они закончились. Если вы очень сильно похудели, то, соответственно, старайтесь немножко добавить жировой прослойки для того, чтобы ваша гормональная система нормально функционировала. То есть, скорее всего, просто вы где-то жестили. Либо же это могут быть стрессы, соответственно, избавляемся от стрессов. Либо же это, ну, не знаю, очень интенсивные тренировки, может быть, у вас. То есть, соответственно, старайтесь делать тренировки менее интенсивными. Попробуйте капли купить ременс. Обязательно, если вы очень сильно похудели, обязательно, в первую очередь, немножко поправьтесь. А потом, ну, можете попробовать, попробовать капли ременс пропить. Как научиться подтягиваться? Очень тяжело, руки слабые. Какие упражнения самые эффективные? Ну, можете для начала выполнять различные просто тяги для укрепления мышц спины. То есть, это тяга нижнего блока, тяга верхнего блока. Есть тренажеры для подтягивания, которые ноги поддерживают. Я не понял, как называется эта штука, которая вас подталкивает. Можете пробовать таким образом выполнять подтягивание. В принципе, если оно не получается, не заморачивайтесь. Если вы даже не научитесь подтягиваться, это не значит, что у вас не вырастет спина, вы не сможете укрепить ее. Поэтому, ну, не переживайте, не получается, иначе не получается. постепенно старайтесь там по одному разу подтянуться то есть каждую тренировку приходите пытайтесь подтягиваться насколько у вас получается и но если вдруг у вас нет возможности там тренироваться с этим тренажером которого подкидывает немножко делать это над полом плитут и потом делайте на полную амплитуду там 12 повторений и постепенно просто каждую тренировку старайтесь увеличивать нагрузку можно ли набрать вес в основном на белке в общем не знаю что вы имеете ввиду но вес вы можете набрать в том случае, если у вас достаточно высокая калорийность. То есть, неважно, вы едите углеводы, либо вы едите белки. То есть, скажем, белковая диета – это не значит, что вы едите белки и вы не толстеете. Или, например, наоборот, без углеводка. Вы убрали углеводы полностью, и, соответственно, вы начинаете худеть. Все зависит от калорийности, опять же. Поэтому вы можете, например, есть только одну кашу, то есть, одни углеводы. Но если у вас калорийность в сутки 500-700 калорий, то, естественно, вы в любом случае будете худеть. Если у вас по белку калорийность больше двух тысяч, не для девушки, то, скорее всего, вы начнете поправляться. Поэтому тут уже больше вопрос калорийности имеет значение. Во время тренировки на ягодицы левого не чувствую вообще, а правого шло метод напряжения. Что делать? Подбирайте положение, чтобы вы чувствовали. Старайтесь больше концентрироваться, но других моментов нет. А где кольцо? Кольцо я только что сняла, я только что пришла домой, я сняла часы, сняла кольцо, потому что оно достаточно толстое, такое широкое, и палец как бы для кожи не очень хорошо, поэтому я его всегда на ночь снимаю. А так я целый день ходила с кольцом. Почему, когда приседания, чувства ягодицы, хотя пишут, что их нужно напрягать, старайтесь взять поменьше вес. Возьмите поменьше вес и попробуйте прочувствовать, потому что, на самом деле, ну, я по самому опыту могу сказать, что я, например, на приседаниях их очень хорошо чувствую. То есть я сажусь достаточно глубоко, и на подъеме я четко чувствую, что я напрягаю не ноги, не столько ноги, сколько ягодицы. И прям вот, вот, прям выталкиваю их, то есть не выпрямляя колени. Ой, у меня уже батарейка садится, хоть бы телефон не выключился. Старайтесь вот начинать с небольшим весом. То есть вот, если опять же я сама вот по себе могу сказать, что беру большой вес, тогда я чувствую, что я просто я ягодицы не чувствую. Ну, то есть вот нет такого вот жжения, вот как хотелось бы. Но это, в общем-то, не значит, что ягодицы в этом случае не работают. Просто знаете, вот как вот можно, например, взять для сравнения такие упражнения, как вот, например, там, ну, те же приседания или, наоборот, ну, или, скажем, отведение ноги назад на ягодичную. То есть на отведениях будет жжение больше чувствоваться, чем на базовых каких-то упражнениях. Почему болят икры? Икры могут болеть, потому что, ну, тренируете либо на каблуках ходите много, либо, ну, тренировок. Может быть, вы бегаете достаточно много. Ой, не успела так. Какие упражнения? Уже все укачает верх ягодиц. Но мне нравится вот, знаете, жимовые такие упражнения. Ну, например, упор, да, и вот выжимаешь ножку вверх, вот таким образом. Либо мне еще нравится вот мертвая тяга, но там надо подобрать положение. То есть есть вариант, когда очень хорошо включается заднее бедро и низ ягодичный, а есть такой вариант выполнения, когда очень хорошо чувствуется именно верх ягодичный. Ну и плюс на выпадах тоже очень хорошо верхового работают. Если тренируешься утром и хочешь сбросить вес, кардио делать до. Кардио в любом случае лучше делать после. Но просто если вы не хотите наращивать мышечную массу вообще, то тогда вы можете делать кардио до. Но если все-таки вы хотите сохранить мышечную массу, то лучше тогда делать кардио после. Спасибо за ответ. А после приседа попа должна болеть? Не всегда. Ну, хорошо, когда болит, но не обязательно. То есть не циклитесь на том, что после тренировки попа, у вас там попа должна разрываться и прям не сесть на нее. Не обязательно она может болеть. Болит она, когда скапливается молочная кислота, либо когда у вас какие-то микротравмы мышечные. То есть это не обязательно, что вы каждую тренировку должны таким образом тренироваться, чтобы не болеть. Ой, не успела прочитать. Такие упражнения приводящие, кроме сведения, приседания, плие. Ну, в общем-то, наверное, самое популярное. Причем можете сделать варианты. Можете приседать со штангой, можете с гантелью держать в руках, можете в смете, то есть менять даже ширину постановки ног, разворот стопы, опять же жимы ногами, то есть с развернутыми коленями. Лучше бегать или просто идти по дорожке? Все зависит от вашего пульса. То есть смотрите, какой у вас возраст, какой для вашего возраста пульс в зоне жиросжигания и, соответственно, контролируйте. Если вы идете по дорожке и у вас слишком низкий пульс, то, соответственно, надо немножко ускориться, ну, либо же подниматься в гору. Если не добавлять вес на выпады, будет ли расти попа? Ну, понимаете, вам будет просто легко. Вот, например, она не будет особо расти, она будет просто в тонусе постоянно. То есть вам нужна стрессовая нагрузка какая-то для мышцы. Потому что, например, скажем, вот вы берете, допустим, две гантельки по 5 килограмм, и каждую тренировку учитесь по 5 килограмм. Но в какой-то момент вы поймете, что вы можете делать и не 15, вы можете сделать 20, 30, 40. Поэтому, соответственно, вы стараетесь в этом случае увеличивать вес. А у тебя хорошая растяжка? Ну, нормально. Не могу сказать, что у меня прям идеальная растяжка. На шпагат с разбегу не сяду. Но если хорошо разогреться, то я могу сесть на шпагат. Сколько грамм, так, сколько приблизительно грамм нужно съедать за прием пищи? Все зависит от того, какая еда, какая энергетическая ценность этого продукта. То есть так нету такого вот объема прям сколько. Если это творог, это одно. Если это, например, там жирная рыба или котлета, это другое. Здравствуйте, здравствуйте. От чего зависит количество повторений 12-20? Ну, от ваших целей на тренировке. Чего вы хотите добиться? Не успела прочитать. Где Денис? Денис, кстати, скоро выйдет в перископ. Так что готовьтесь, будьте, держите руку на пульсе. Скоро выйдет. 25 лет. Какой пульс должен быть на кардио? Ну, примерно в диапазоне 120-140 ударов в минуту. О, ты тут, ты за мной наблюдаешь, да? А где бусечки или ты передавал? Так, что делать, если возникает внезапная слабость на тренировке? Прекращай тренировку. Почему в Москву перебрались работать? Работать будем. Почему? Почему что? Это ты мне уже намекаешь, что ты хочешь в трансляцию выйти? Аня, на чемпионате РБ ты была самая красивая, тебе спасибо. Прекращай тренировку. А, почему прекращай тренировку? Ну, потому что, видимо, у вас что-то с пульсом, с давлением. То есть, ну, это не хороший знак. Померите в этом случае пульс, померите давление и проверьте, в чем дело, потому что просто так вам не может стать плохо. Может быть, беременная, в конце концов. Очень жду вас уже в Киеве. Скоро будем. Не только на РБ. захваливаешь меня, муж. Покажи Дэна. Скоро вы его увидите. У меня уже это... Сейчас... У меня мои морские гребешки приготовились. Уже сигнал пошел. Что-то мало народу, но вот видите, долго не выходило и все. забыли обо мне. Слушайте, сейчас выключи плита вредная. Денис, мне кажется, что ты мне тут нужен. Я не могу выключить плиту. Будут ли в перископе тренировки? Ну, я думаю, вряд ли. Мне раньше было в том зале в Минске проще, потому что я тренировалась с девочкой, и она мне помогала. Слушай, не могу я тут выключить. Денис, спаситель мой, выключи плиту. О, все, я справилась. Тренировалась по ним. Будут просто тренировки. Вот мы поедем в Киев, поснимаем там тренировки. Так что все будет. Оно само тихо не слушает. Но оно обычно... Все, я уже выключила. Короче, тренировки хотите, да, чтобы снимала? Хорошо. Ну что, ребят, давайте еще пару вопросов отвечу, и будете слушать Денчика. А, вот видишь, вот, короче, тренировки надо. Все просят тренировки. Хорошо, будем снимать вам тренировки. А ты знакома с таким наркозом, как эпидурал? Не, не знаю. Как приготовить синдейку? Я вот в последнее время готовлю в фольге, туда, как обычно, тыкву, которую я очень полюбила, или кабачки, или что-нибудь, шпинат можно, и запекаю в духовке. Либо в пакете для запекания, тоже вкусно, с приправами. Как тыкву готовить? Я просто фольгу нарезаю кусочками, кубиками, и в фольгу, и минут сорок. Сколько километров бегать для интенсивного жиросжигания? Скорее, сколько времени. То есть старайтесь порядка часа делать кардио средней и низкой интенсивности. Какое мясо, кроме грудки, готовлю? Кролика, вот сейчас купила, тоже кролика, может, завтра сделаю. Индейку, ну, редко говядину, свинину ее вообще фактически нет. Кролик, да, это не только ценный мех. Час бегать, а потом приступать к силовой. Нет, сначала делайте силовую, а потом кардио делайте. И не бегать, а лучше, мне кажется, все-таки ходить, потому что у вас должно быть слишком крепкое сердце, чтобы вы бегали на таком пульсе. Прогиб в спине, как сделать? Растяжкой занимайтесь, чтобы худеть. Но если вы хотите сохранить мышечную массу, я уже говорила об этом, то делайте кардио после тренировки. Если же вы хотите, наоборот, уменьшиться в объемах, не только за счет жира, но и за счет мышц, то, соответственно, кардио можете делать в начале тренировки. Пожалуйста. Как разбить тренировки на 4 раза в неделю? Разбивайте группы мышц. Ну, как разбить? Разбили на группы мышц, как разбить тренировки? Это же не обязательно на 3. Вы сколько хотите, хоть на 5, хоть на 10. Это же элементарно. Разбили группы мышц, смотрите, чтобы просто группы мышц, по возможности, не повторялись из тренировки в тренировку. Например, первый день делаете спинно-бицепс, следующая тренировка, заднее бедро, например, пресс. То есть на 4 раза. Потом грудь, плечи, потом, например, квадрицепс. То есть вариант вообще миллион. Тут какого-то, хоть на 10 тренировок разбивать. Денис в соседней комнате снимает. А что, он уже начал трансляться? Ну да, в соседней комнате. Можно тренироваться через день, можно тренироваться через день. Все зависит от того, насколько у вас интенсивные тренировки. То есть старайтесь, чтобы у вас не были тренировки, ну там, изнуряющие. Потому что организм должен восстанавливаться. Спасибо вам. Как относится к орденутощак? Я хорошо отношусь к орденутощак. Только смотрите, чтобы не была очень сильная интенсивность. И, ну, опять же, если сердце у вас здоровое, то хорошо. Как отправить девушку в зал? Ну, как-то ее замотивировать. То есть если она категорически отказывается, можно, конечно, прямым текстом сказать, что там, милая, ты немножко поправилась. Ну, чаще девушке, наверное, на это обижать. Просто я слушаю по себе, я бы не обиделась на это. Но, во всяком случае, девушка должна сама это видеть и понимать. И стараться не оправдывать сама себя. Потому что если мужчина рядом молчит, это не значит, что все хорошо. Поэтому, ну, попытайтесь, может быть, как-то завлечь. Если вы ходите, тренируйтесь, предложите ей, чтобы она вместе с вами ходила, тренировалась. Ну, как бы за компанию. Или, может, ну, как-то намекните ей, что там, что-то у тебя джинсики там как-то не так сидят, как раньше сидели. Как ты стала судьей международного класса? Я не стала судьей международного класса. Я стала мастером спорта международного класса. А судьей международного класса я не являюсь. Пожалуйста. Можно ли похудеть на периодическом голодании? Похудеть там можно, но, опять же, все зависит от того, что вы едите, вот, когда вы не голодаете. Это раз. А во-вторых, голодание это не есть хорошо. То есть, вот я уже выпускала, наверное, мы уже посмотрели сюжет про разгрузочные дни. То есть, это все равно не голодание. То есть, вы таким образом просто позволяете вашему желудку немножко отдохнуть. А голодать не очень хорошо, потому что это стрессовая ситуация, в любом случае, для организма. Он потом начнет больше, наоборот, задерживать, нежели пускать в расход. Так, как стать... Я что-то... Мастер спорта в фитнесе, критерии... Мастер спорта в фитнесе. Критерии... Я не очень понимаю этот вопрос. Критерии мастера спорта в фитнесе, но это тоже, как бы, не очень правильный вопрос. Может быть, вы имеете в виду, как стать мастером спорта или что? Или критерии, которые оцениваются на соревнованиях в фитнесе. Низкоуглеводка не вредит здоровью. Но все... Знаете, вот, организм ко всему адаптируется и привыкает. То есть, я вообще по жизни ем сложных углеводов крайне мало. И я не могу сказать, что я при этом изнеможденная, я себя очень плохо чувствую. Вот я, когда слушаю рассказы девочек, которые готовятся к соревнованиям, что там углеводиков чуть-чуть убрала, или у нее, например, мало углеводов, или там вот перед соревнованиями начинается безуглеводка. Жалуются и говорят, что у них прям сил нет. Блин, ну я работала на двух-трех работах, тренировалась, готовилась к соревнованиям, и я не падала в обмороке. Практически при этом не ел углеводов вообще. Так, сейчас, а вот и моя зарядка. То есть, естественно, я ела углеводов, ну, крайне мало. Привет-привет. Так, сейчас я включу зарядочку, а то у меня телефон садится. Как заставить мужа сесть на диету? Ну, если вы мужа говорили, он вас не слушает. Ну, не знаю, тут с мужчинами сложнее в этом плане. Ну, может быть, слушайте, ну, сложная ситуация на самом деле. Это, наверное, зависит даже от ваших отношений. То есть, если вы достаточно независимая дама, то вы можете, в общем-то, как бы достаточно жестко вопрос поставить. Если же все-таки вы зависимы от своего мужчину, ну, он скажет, слушай, милая, ну, гуляй ты лесом, мне так нравится, мне так комфортно, мне так удобно. Тут все зависит от ваших взаимоотношений, от вашего взаимопонимания, то есть, насколько он ценит ваше мнение, насколько он ценит то, что для вас это как-то принципиально важно, что он так выглядит пухловато. Может быть, привлеките, скажите, достаточно мягко привлеките, опять же, вот как я говорила, там, по поводу девушки совет, чтобы вы вместе ходили. Скажите, что, милая, там, ты немножко поправился, да и я, как бы-то, вот, тошний огонек уже годики идут-то, и пошли, может, мы с тобой-то потренируемся, приведем себе форму. Начинайте, может быть, даже элементарно, просто дома готовить правильную пищу, чтобы у вас просто дома фактически не было вредных продуктов. Чтобы все продукты, там, готовьте без, там, майонезов, не жарьте ничего. Все вареное, тушено, свежие овощи, то есть, нету в холодильнике вкусняшек, ну, значит, скорее всего, он их и не поест. А если вдруг он где-то там съест вне дома что-то, ну, это все равно будут нерегулярные приемы пищи такие. Поэтому вы можете, вы как женщина, вам даже, наверное, проще регулировать такие процессы с питанием, нежели, например, вот мужчине регулировать питание с женщинами. Диетологи говорят, нужно обязательно кушать сложные углеводы. Понимаете, я больше практик. И, опять же, масса примеров, даже еще, как наши вредки, питались очень много примеров по этому вопросу. Организм адаптируется. То есть, если вы всю жизнь ели углеводы сложные, то, естественно, вам будет тяжело, во всяком случае, первое время. Но я не чувствую, понимаете, абсолютно упадка сил. И даже вам скажу больше, что, там, Денис тоже, мы вместе не едим практически углеводов. И он сознание не теряет, слава Богу, не падает комморок. Нет упадка сил, и все нормально. Мы тренируемся, и работаем, и занимаемся делами. У нас все прекрасно. То есть, и не надо циклиться на этом. Вот даже, не знаю, может быть, там вспомните, там, в детстве, может быть, вы там тоже ж не ели там прям постоянно, наверное, каши, макароны. Хотя, кто его знает, то как. Не знаю, может быть, просто люди больше заморачиваются циклиться. Если вы чувствуете, что вам плохо без углеводов, то кушайте сложные углеводы, ну, старайтесь просто в первой половине дня. Вы не навредите таким образом фигуре. Просто я их не ем не потому, что я от этого буду пухнуть, но потому что у меня организм как бы уже адаптирован, и я не нуждаюсь в них. Я не чувствую себя плохо. Так, давайте еще вопросики. Как ты считаешь калории? Я не считаю калории вообще. Я все смотрю по фигуре. После родов лучше приводить себя в форму в зале или дома тоже можно. Можно где угодно. Можно в зале, можно дома, можно на улице, можно у соседей, где угодно. Главное, чтобы вы правильно питались и выполняли хоть какую-нибудь физическую активность. Это не значит, что вы должны там железо таскать, но вы должны хоть какую-то физическую активность выполнять для того, чтобы, во-первых, вы могли быстрее худеть, во-вторых, чтобы подтягивались ваши мышцы, чтобы они были крепкими, красивыми и здоровыми. Макароны не кушайте даже из твердых сортов. Понимаете, в чем дело? То есть я могу поесть макароны. То есть я не выготавливаю просто... У меня нету на постоянке дома каши. То есть у меня все это лежит, но я могу это захотеть раз в одну, в две недели и что-то приготовить, какую-то кашу. Могу иногда на завтрак, например, поесть отруби с кефиром, с творогом. Я смешиваю орешков туда. То есть иногда могу вот так поесть. Могу где-то в заведении съесть макароны, если очень хочу какие-нибудь. Они будут жирненькие, естественно. Хоть они из твердых сортов пшеницы, но они все равно будут не диетическими. То есть я могу что-то съесть. Я могу где-то съесть булочку. Я могу иногда с Денисом съесть хачапури. То есть просто у меня нету этой еды на посту. То есть у меня нету такого, что я каждый день отвариваю себе 100-150-200 грамм каши и я ее ем в течение дня. Нет. У меня всегда есть в холодильнике куча овощей, фруктов, куча мяса, рыбы, яйца, твороги. Вот такие продукты. Но каши в основном нету. Аня, у девушек всегда одни и те же группы три раза в неделю, или как у мужчин. Да масса вообще вариантов программ для девушек. Вообще масса. То есть это можно фантазировать, не перефантазировать. И можно тренироваться, как мужчины тренируются по базовой схеме. Можно тренироваться по самим. То есть миллион вариантов. Ты как ставишь? Как я ставлю тренировки, имейте в виду, я по настроению. Понимаете, я уже, может быть, из-за того, что с большего тела сделала за время подготовки к соревнованиям. То есть поэтому я прихожу. Чаще сейчас я тренирую ноги. Ноги, попу, потому что у меня из-за бодифитнеса вверх достаточно крепкий. То есть я стараюсь наверх максимально снизить нагрузку. Поэтому чаще тренирую ноги. Я стараюсь разбивать. Например, одну тренировку я пришла, потренировала интенсивно заднее бедро ягодицу. Потом на следующую тренировку я, например, сделала какую-нибудь круговую наверх тела. Следующую тренировку я пришла там, либо там полноценную тренировку там полностью на ноги, включая квадрицепс. Но активно я квадрицепс не тренирую. Пресс не увеличивает талию? Может увеличивать, в том случае, если вы работаете с отягощением. Немножко шире может стать. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить каши? Я терпеть их не могу. Ни каши, ни творог. Но ешьте тогда побольше овощей, отруби, клетчатку, что-нибудь такое. Ну и постарайтесь, может, подобрать. Если вы себя нормально чувствуете, то можете не заморачиваться. Когда-нибудь там съели простые углеводы, даже где-нибудь, не знаю, булочку или хлеб какой-нибудь. Любите хлеб? Вот ешьте хлеб цельнозерновой какой-нибудь. Дынчик лялякает. Вы периодически туда-сюда. Если худеешь кардио делать на каждой тренировке, не обязательно. Смотрите по настроению. То есть чем больше вы будете тренировать, чем больше вы будете расходовать калорий, тем, соответственно, вы быстрее похудеете. Каждый день просто свой организм замучаете. Какое лучшее упражнение на ягодице? Масса упражнений. Ну, мне нравятся выпады, мёртвая тяга, например. Такие из более базовых вариантов. Я занимаюсь достаточно того, что здоровь себя, хоть начать, хоть из зала. С чего начать? Ну, я бы на её месте начинала бы как? Я бы начинала делать какие-то базовые упражнения, даже не круговые тренировки, например, там, скажем. Там, два-три подхода, например, сделала там на грудные, два-три подхода там на мышцы спины, то есть там потом ножки чуть-чуть. То есть чтобы включать максимально все группы мышц, ну, по чуть-чуть. По чуть-чуть, по два-три подхода, чтобы организм просто адаптировался. Она просит меня, чтобы тренировал. Ну, вот так вот делайте, как я сказала. Можете делать что-то типа круговое, но чтобы был небольшой интервал отдыха. То есть, соответственно, что это значит? Например, сделали подход там, допустим, она там поприседала, потом она немножко отдохнула, потом взяла там жим на грудь, чуть отдохнула там, какое-нибудь ещё там, не знаю, разгибание или загибание. То есть чтобы она могла отдыхать, потому что для неё это всё-таки новая нагрузка и нагрузка на сердце, и чтобы всё-таки был больше интервал отдыха. Стоит лить на тренировку, если болит голова? Не стоит. Овсянку каждый день вредно есть, говорят, кальций выводится из организма. Я не слышала, что от овсянки выводится кальций из организма. Но вообще овсянка очень полезная каша, и я не думаю, что нельзя её есть каждый день. Знаете, это как в рекламе про соль, её совсем не надо есть пачками, даже ложками, достаточно одной щепотки. То есть если вы килограммами овсянку не едите, то я не думаю, что у вас возникнут какие-то проблемы. Сколько нужно углеводов в день? Это всё индивидуально. Чем лучше завтракать? Ну вообще рекомендуют всегда углеводы. В общем-то я обычно рекомендую кушать углеводы, потому что у нас так приученная нация, у нас... Ну это всё равно полезно для организма. Просто этого не делаю обычно я, потому что я себя чувствую хорошо, если я их не ем. Я углеводов почти не ем сложных. Ну я ем фрукты, я ем овощи. Просто овсянку ем каждое утро, ешь ли на здоровье. Как долго по такой программе? Как сколько переходить к определенному сплиту? По мере того, как она будет адаптироваться к нагрузке. То есть можете, например, там две недельки потренироваться в таком режиме. Просто здесь самое главное что? Чтобы она научилась правильно выполнять упражнения, чтобы мышцы начали привыкать к нагрузке. И постепенно можете переводить в формат, например, разбивать по группам мышц, например, скажем, ноги, плечи, допустим, одна, три, вторая, вторая, там, например, спина, руки, там что-нибудь, и там где-нибудь чуть-чуть ягодичный, например, включили что-нибудь. Но каким-то таким образом, по три подхода, там по два-три упражнения на группу мышц. Пила когда-нибудь спортивный жиросжигатель? Или пила на подготовке к соревнованиям? Вы видели тренировки от Синти Кроф? Это не могут быть, я не видела ее тренировки. Вы знакомы с Екатериной Усмановой? Да, я знакома с Екатериной Усмановой, мы неоднократно выступали на соревнованиях вместе. Такие тренировки есть у тебя или у Дениса на канале? Тренировки есть у меня и на канале, и у Дениса на канале. Но сейчас мы в основном будем все сюжеты публиковать на канале Дениса. То есть мы решили все-таки оставить у него плейлист, потому что он изначально был запланирован, женский плейлист на его канале по женскому тренингу. На тот момент не было человека, который бы его вел, он сам не хотел этим особо заниматься, потому что он мужчина, и ему интереснее заниматься мужским каналом, мужским тренингом. Каким видом занимаешься? Видом чего? Спорта, фитнес. Фитнес. Какой самый главный спорт пит? Ну, на мой взгляд, наверное, BCA, ну, BCA. Каким видом спорта? Ну, фитнесом, боди-фитнес, фитнес-бикини. Вот нюанс. Я худой, верхняя часть спресса хорошо раз, а нижняя нет. Мне еще сбрасывать калории. Ну, да, сбрасывать надо. Ну, вообще, я бы не гналась за вами. Понимаете, если вы занимаетесь натуральным бодибилдингом, то высушить себя совсем вдровало достаточно сложно. То есть у вас должны быть тогда достаточно большие объемы, в общем-то, чтобы вы могли похудеть, и при этом хорошо выглядеть. Потому что если вы будете, ну, дрыщ с прессом, извините, но это некрасиво, лучше пусть у вас будет немножко животик, но вы будете более мужественно выглядеть. Поэтому, ну, я считаю, лучше не заморачивайтесь. Ваш пресс, ну, мало кто увидит. Не знаю, на пляже летом, дома, там, не знаю, жена, мама, девушка, не знаю, как вы с кем живете. Не заморачивайтесь. В общем, у меня тоже прям кубы-кубами не идут, поэтому ничего страшного. Ну что, ребят, я уже, это, пойду, наверное... Ой, стой, 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 стой. Ну да, будет видео на канале. Все, короче, все, короче, я послала. А то я уже хотела, уже, наверное, 20 вопросов назад, я сказала, что я отвечаю на последнюю пару вопросов и ухожу. Завтра... А, давайте, знаете что? Привет, привет. Давайте с вами решим, на какую тему поговорим завтра. Что вы хотите? Давайте вот... Кто первый успел такую тему и проведем? Так, кто первый? Какую тему завтра? Ну, спортивно, да. Ой, слушайте, тут пошли вопросы, я уже думаю, это как тема идет или как что? Тренировку завтра не могу, ягодицы, тренировка. Так, так, чтобы я не запуталась, давайте тема пресса, картина. Это вот, знаете, уже идут индивидуальные вопросы. Про сушку, тренировка после 40, на ягодицы и попу, зарядка. Не знаю, как, какие быть сейчас, что-то, сушка, сушка, пресс-сушка. Ну, я смотрю, что пресс-сушка как-то, вот, наверное, все-таки, все-таки сушка, сушка-пресс. Ну, да, вот видите, ну, давайте завтра тогда поговорим с вами про сушку. Я постараюсь завтра выйти на связь, нам все интересно. Ну, тем более, знаете, видите, я все равно отвечаю на ваши вопросы. Даже если какая-то тема идет, у нас все равно формат вопрос-ответ. Давайте завтра тогда поговорим про пресс, про тренировку мышц пресса. Давайте поговорим завтра про сушку, как нам похудеть к лету. Сушимся к лету. Хорошо. Все, ребят, хороших вам снов, хорошего завтра дня и до связи. Спокойной ночи вам.